Аудиокниги Фёдор Михайлович Достоевский Вечный муж Было 3 июля. Духота и жар стояли, нестерпимая. День для Вельчанинова выдался самый хлопотливый. Всё утро пришлось ходить и разъезжать, а в перспективе предстояла непременная надобность сегодня же вечером посетить одного нужного господина, одного дельца и статского советника на его даче, где-то на Чёрной речке, и захватить его неожиданно дома. Часу в шестом Вельчанинов вошёл, наконец, в один ресторан, весьма сомнительный, но французский, на Невском проспекте, у полицейского моста, сел в своём обычном углу за свой столик и спросил свой ежедневный обед. Он съедал ежедневно обед в рубль и за вино платил особенно, что и считал жертву и благоразумно им приносимой расстроенным своим обстоятельством. Удивляясь, как можно есть такую дрянь, он уничтожал, однако же, всё до последней крошки, и каждый раз с таким аппетитом, как будто перед тем не ел трое суток. «Это что-то болезненное», — обормотал он про себя, замечая иногда свой аппетит. Но в этот раз он уселся за свой столик в самом сквернейшем расположении духа, с сердцем отбросил куда-то шляпу, облокотился и задумался. «Завозись теперь как-нибудь обедавший с ним рядом сосед, или, не пойми его с первого слова, прислуживавший ему мальчишкой, и он, так умевший быть вежливым и, когда надо, так свысока невозмутимым, наверное, бы расшумелся, как юнкер, и, пожалуй, сделал бы историю. Подали ему суп, он взял ложку, но вдруг, не успев зачерпнуть, бросил ложку на стол и чуть не вскочил со стула. Одна неожиданная мысль внезапно осенила его. В это мгновение он, и бог знает, каким процессом, вдруг вполне осмыслил причину своей тоски, своей особенной, отдельной тоски, которая мучила его уже несколько дней сряду все последнее время. Бог знает, как привязалась, и бог знает, почему не хотел, и никак отвязаться. Теперь же он сразу все разглядел и понял, как свои пять пальцев. «Это все! Это шляпа!» — пробормотал он, как бы вдохновенный. Единственная одна только эта проклятая круглая шляпа с этим мерзким траурным крепом всему. Причин ее он стал думать. И чем далее вдумываться, тем становился угрюмее, и тем удивительнее становилось в его глазах все происшествие. «Но какое же тут, однако, происшествие!» — протестовал был он, не доверяя себе. «Есть ли тут хоть что-нибудь похожее на происшествие?» Все дело состояло вот в чем. Почти уже тому две недели, по-настоящему он не помнил, но, кажется, было две недели, как встретил он в первый раз на улице где-то на углу подьяческой Мещанской одного господина с крепом на шляпе. Господин был, как и все, ничего в нем не было такого особенного. Прошел он скоро, но посмотрел на Вельчанинова как-то слишком уж пристально и почему-то сразу обратил на себя его внимание до чрезвычайности. По крайней мере, физиономия его показалась знакомой Вельчанинову. Он, очевидно, когда-то и где-то встречал ее. А, впрочем, мало ли тысяч физиономий встречал я в жизни всех, не упомнишь. Пройдя шагов двадцать, он уже, казалось, и забыл про встречу, несмотря на все первые впечатления. А впечатление, однако, осталось на целый день, и довольно оригинальное, в виде какой-то беспредметной особенной злобы. Он теперь, через две недели, все это припоминал ясно. Припоминал то же, что совершенно не понимал тогда, откуда в нем эта злоба, и не понимал до того, что ни разу даже не сблизил и не сопоставил свое скверное расположение духа во весь тот вечер с утренней встречи. Но господин сам поспешил о себе напомнить, и на другой день опять столкнулся с Вельчаниновым на Невском проспекте, и опять как-то странно посмотрел на него. Вельчанинов плюнул, и Плюнов тот же удивился своему плевку. Правда, есть физиономии, возбуждающие сразу беспредметное и бесцельное отвращение. — Да, я действительно его где-то встречал, — пробормотал он задумчиво уже полчаса спустя после встречи. Затем опять весь вечер пробыл в сквернейшем расположении духа. Даже дурной сон какой-то приснился ночью, и все-таки не пришло ему в голову, что вся причина этой новой и особенной хандры его — один только давешний траурный господин, хотя в этот вечер он не раз вспоминал его. Даже разозлился мимоходом, что такая дрянь смеет так долго ему вспоминаться. Приписать же ему все свое волнение, наверное, почел бы даже унизительным, если б только мысль о том пришла ему в голову. Два дня спустя опять встретились в толпе при выходе с одного Невского парохода. В этот третий раз Вельчининов готов был поклясться, что господин в траурной шляпе узнал его и рванулся к нему, отвлекаемый теснимой толпой, кажется, даже осмелился протянуть к нему руку, может быть, даже вскрикнул и окликнул его по имени. Последнего, впрочем, Вельчининов не расслышал ясно, но кто же, однако, это Каналья, и почему он не подходит ко мне, если в самом деле узнает, и если так ему хочется подойти? Злобно подумал он, садясь на извозчика и отправляясь к Смольному монастырю. Через полчаса он уже спорил и шумел с своим адвокатом, но вечером и ночью был опять в мерзейшей и самой фантастической тоске. «Уж не разливается ли желчь?» — мнительно спрашивал он себя, глядясь в зеркало. Это была третья встреча. Потом, дней пять, среду, решительно никто не встречался, а Каналья и слух замер. А между тем нет-нет, да и вспомнится господин с Крепом на шляпе. С некоторым удивлением ловил себя на этом Вельчининов, что мне тошно по нем, что ли. А то же должно быть у него много дела в Петербурге. И по ком это у него Креп? Он, очевидно, узнавал меня, а я его не узнаю. И зачем эти люди надевают Креп? К ним как-то не идет. Мне кажется, если я поближе всмотрюсь в него, я его узнаю. И что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, как какое-нибудь известное, но вдруг почему-то забытое слово, которое изо всех сил стараешься припомнить. Знаешь его очень хорошо и знаешь про то, что именно оно означает. Около того ходишь, но вот никак не хочет слово припомниться, как небес над ним. Это было... это было давно. Это было где-то... тут было... тут было... Ну да... черт с ним совсем, что тут было и не было. Злобно вскричал он вдруг. И стоит ли об эту каналью так пакоститься и унижаться? Он рассердился ужасно. Но вечером, когда ему вдруг припомнилось, что он давеча рассердился и ужасно, ему стало чрезвычайно неприятно. Кто-то как будто поймал его в чем-нибудь. Он смутился и удивился. Есть же, стало быть, причины, по которым я так злюсь. Ни с того, ни с сего. При одном воспоминании он не докончил свои мысли. А на другой день рассердился еще пуще. Но в этот раз ему показалось, что есть за что, и что он совершенно прав. Дерзость была неслыханная. Дело в том, что произошла четвертая встреча. Господин скрепом явился опять, как будто из-под земли. Вельчининов только что поймал на улице того самого статского советника и нужного господина, которого он и теперь ловил, чтобы захватить хоть на даче нечаянно, потому что этот чиновник, едва знакомый Вельчининову, но нужный по делу, и тогда, как и теперь, не давался в руки и, очевидно, прятался, всеми силами не желая с своей стороны встретиться с Вельчининовым, обрадовавшись, что наконец-то с ним столкнулся. Вельчининов пошел с ним рядом, спеша, заглядывая ему в глаза и напрягая все силы, чтобы навести седого хитреца на одну тему, на один разговор, в котором тот, может быть, и проговорился бы, и выронил бы как-нибудь одно искомое и давно ожидаемое словечко. Но седой хитрец был тоже себе на уме, отсмеивался и отмалчивался, и вот именно в эту чрезвычайно хлопотливую минуту взгляд Вельчининова вдруг отличил на противоположном тротуаре улицы господина скрепом на шляпе. Он стоял и пристально смотрел оттуда на них обоих. Он следил за ними, это было очевидно, и, кажется, даже подсмеивался. «Черт возьми!» — взбесился Вельчининов, уже проводив чиновника и приписывая всю свою с ним неудачу внезапному появлению этого нахала. «Черт возьми! Шпионит он, что ли, за мной? Он, очевидно, следит за мной, нанят, что ли, кем-нибудь, и, ей-богу же, он подсмеивался! Я, ей-богу, исколочу его! Жаль только, что я хожу без палки! Я куплю палку, я этого так не оставлю! Кто он такой? Я непременно хочу знать, кто он такой!» «Наконец, ровно три дня спустя после этой четвертой встречи, мы застаем Вельчининова в его ресторане, как мы и описывали, уже совершенно и серьезно взволнованного и даже несколько потерявшегося. Не сознаться в этом не мог даже и сам он, несмотря на всю гордость свою. Принужден же был он, наконец, догадаться, сопоставив все обстоятельства, что всей хандры его, всей этой особенной тоски его и всех его двухнедельных волнений, причиною был никто иной, как этот самый траурный господин, несмотря на всю его ничтожность. «Пусть я и похондрик», — думал Вельчининов, «и стал быть из мух и готов слона сделать, но, однако же, легче ли мне от того, что все это может быть только одна фантазия? Ведь если каждая подобная шельма в состоянии будет совершенно перевернуть человека, то ведь это действительно в этой сегодняшней пятой встрече, которая так взволновала Вельчининова, слон явился совсем почти мухой. Господин этот, как и прежде, юркнул мимо, но в этот раз уже не разглядывая Вельчининова и не показывая, как прежде, вида, что его узнает, а напротив, опустив глаза и, кажется, очень желая, чтобы его самого не заметили, Вельчининов обратился и закричал ему во все горло, «Эй, вы! Креп на шляпе! Теперь прятаться! Стойте! Кто вы такой?» Вопрос и весь крик был очень бестолков, но Вельчининов догадался, об этом уже прокричав. На крик этот господин обратился, на минуту приостановился, потерялся, улыбнулся, хотел было что-то проговорить, что-то сделать, с минуту, очевидно, был в ужаснейшей нерешимости, и вдруг повернулся и побежал прочь без оглядки. Вельчининов с удивлением смотрел ему вслед. Субтитры создавал DimaTorzok